Молодежный возраст Первый стих 12 главы. Что там написано? Кто помнит? Да-да-да, правильно, это последние слова 11 главы. Молодцы. Ну давайте я напомню. Веселись, юноша, в юности твоей, да вкушай сердце твоей радости в одни юности твоей и ходи по путям сердца твоего и поведению отчей твоих только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд и удаляй печаль от сердца твоего и уклоняй зло от тела твоего потому что детство и юность суета. И помни, создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Юность, одно из таких потребностей или настроений это веселье, повеселиться. И это нормально, это нормально. И так же вот Бог говорит, что веселись, юноша, веселись. Но только знай, что за все Бог приведет на суд. Есть веселье доброе, есть недоброе. Кто-то сказал, повеселились, а потом подсчитали и прослезились. Такое вот бывает веселье иногда. Но Бог так устроил вообще жизнь человека и хочет, Бог что хочет, чтобы нам было хорошо или нехорошо, как вот вы думаете? Если вот закон даже Бог давал народу израильскому, много там такого, чего нельзя делать. И Бог говорит, если ты это будешь так выполнять, то будет тебе хорошо, да? И после тебя, потомкам твоим будет хорошо. А если выполнять не будешь, ну, тогда будет плохо. Тогда будет плохо. Так что Бог так устроил нашу жизнь, всю нашу жизнь, чтобы нам было хорошо. И вот последние слова, которые я прочитал из первого стиха 12 главы, там написано, что придут дни, когда-то они придут, о которых ты скажешь, что мне нет удовольствия в них. Ну, вот допустим, покушать. Вот уже сегодня сказали, да? Там на кухне как тарелки тарахтят, приятно. Ну, вот мы кушаем с вами в молодом возрасте, нам это приятно покушать. А вот в старости, говорят, когда остается один зуб, он, правда, тоже имеет свои преимущества, можно почистить со всех сторон. Ну, а так-то покушать очень сложно бывает, да? Уже нет удовольствия того. Грызешь, грызешь, оно никак не получается. Как у одного спросили, у тебя, какие зубы, свои или собственные? Да, говорит, собственные же купил, своих не осталось. Нет удовольствия. А так вот пробежатся, да, вот молодежь, пробежался, на гору пробежал, а в старости уже каждая ступенька будет, высота уже страшная. Это для всех людей, общей радости. Да, придут эти старости, старость, и тогда будет уже вспоминать только, как было раньше. Ну, а я хотел бы более обратить внимание на то, что для нас, для верующих, Бог дал еще некоторые радости, о которых, к сожалению, мы не всегда можем пользоваться. Всем знакомая бы нам притча, притча о блудном сыне. Кто главное действующее лицо или главная фигура в этой притче? За блудного сына мы чаще всего говорим, проповедуем и слышим, да? Вообще все эти три притчи в этой главе были сказаны фарисеям. И здесь главное действующее лицо это старший сын. Старший сын. К сожалению, мы редко о нем проповедуем и редко говорим. Старший сын. В чем он укорял отца своего? Как раз в этом, да? Ты не дал мне повеселиться с друзьями моими. Даже козленка не дал. Иногда мы упрекаем взрослых над обслужителей, там где-то они нам мешают повеселиться. Ты не дал мне повеселиться. А что происходит в этот же момент в доме отца? Что происходит? Пир, да? Пир. О чем мечтал старший сын? Это уже сейчас происходит в доме отца. Он мечтал о козленке. А в доме кто заколот? Теленок. А кто больше? Теленок или козленок? Ну, конечно, теленок, да? А как вы думаете, все друзья, все друзья этого старшего сына, они в доме на Перу или нет? Я думаю, что да. Вот смотрите, день, о котором мечтал старший сын, он пришел, все веселятся, закол он больше, чем он мечтал, а он на Перу не вошел. Не вошел. Хотел повеселиться, а не вошел. Я хочу вот такую мысль подчеркнуть, что Бог нам приготовил теленка, а мы, мечтая о козленке, и тем не сможем пользоваться. Для нас, для верующих, намного радости больше оставлено, чем для всех остальных людей, живущих на этой земле. Я буквально позавчера познакомился с вашим Павлом Бочкаревым. Я его первый раз видел, первый раз его слышал. Ну, тоже я попал, были благовещенская молодежь, они там своей группой выехали на природу на пару дней, и меня тоже пригласили, и там мы с ним познакомились. Я послушал его проповедь, ну, вот из каких кругов он вышел, ну, и откуда он вообще, и как он попал в церковь, и что. Я вот заметил, насколько он радуется тому, что он стал верующим, что он уверовал в Бога. Я вспомнил, знаете, какой текст из Библии? Затемничного стража. 16 глава, Деяния апостолов. Написано, что он возрадовался, что уверовал в Бога. Здесь в основном все дети верующих родителей, я так понимаю, да? Есть кто-то из мира? Поднимите руку, чтобы было, я видел немножко. Раз, два. Все, да? Ну, два-три человека. В основном все дети верующих родили, ДВРовцы. Я тоже такой, между прочим. Ну, чуть если о себе сказать, то родился я в семье верующих, отец мой был пресс-видером церкви, поэтому-то я и в Горный Алтай попал, что его в 73-м году арестовали, как пресс-видера церкви, наших четырех братьев. Четыре года тюрьмы, четыре ссылки. Вот ссылку, как раз он бывал в Горном Алтае, с 77-го по 81-й год. Ну, я с ним жил, тогда был подростком, мне было 13-14, почти в 15 лет я отсюда уехал. То есть, весь этот путь ДВРовский прошел тоже. И глубину рва, которая, можно в которой скатиться, то Бог мне показал. Слава Богу, что не скатился. Но, и вот, то, что мы с вами верующие, то, что мы родились в семьях верующих, нас это радует или нет? Иногда мы привыкли к этому, и даже не думаем. Не думаем ни о том, что вот когда-то мой отец пришел пьяный домой, когда-то он маму гонял, допустим, или еще что-то, даже мысли-то нет. И мы к этому привыкли, и нас это иногда и не радует. И помните, как сказал отец старшему сыну, когда пришел меньший, а этот огорчился, и на пир заходить не хочет, что говорит ему отец? А об этом надо было бы радоваться, да? А об этом надо было бы радоваться. И вот иногда мы привыкаем к хорошему, говорит, быстро привыкаешь. И нас это уже не радует. Купил машину, но кому-то приходилось покупать машину, да? Какие впечатления первые? Ну, хорошо, приятно, ездишь. Вообще авто как расшифровывается, знаете, нет? Сначала, а потом как поломал, о-о-о, авто. Ездишь на машине, все хорошо, поломалось, месяц походил пешочком, потом опять поехал, о, нормально. Оказывается, неплохо, что она есть, да? То есть привыкаешь, и уже тебя это не радует. И вот хотел бы на такие вещи обратить внимание, которые нам Бог оставил, к чему мы привыкли, и это нас уже не радует. Ну, вот первое, то, что мы верующие, что мы уверовали в Бога. Это нас должно радовать. Я вот сейчас посетил своих одноклассников, ну, все по-разному, последнего, которого я посетил, это, конечно, мы вчетвером приехали с нашего класса, зашли к нему, я был 11 лет назад здесь, но к тому времени он уже отсидел 18 лет в тюрьме. Он чаще в тюрьме, чем дома. Как вот бывает, телефон отвечает, да, некоторые молодежи чуть переворачивают. Абонент в зоне, временно недоступен. Так он чаще всего в зоне и недоступен. А в этот раз едем, дома не дома, приезжаем дома, оказывается, пять лет его как парализовал. Отняло левую сторону, и он еще ходил, и так шкрябал, ну, и с какой-то там женщиной жил с такой же, как и он. И как он говорит, что она меня так, ну, доставала. Она меня обижала, она меня ударит и убежит. И он, представляете, парализованный, одна рука только работает, и нога одна работает. И он, говорит, подловил момент, и взял ее ножом парну. Вот в таком состоянии и умудрился еще преступление опять сделать. И посадили его в таком же состоянии. Представляете, два года отсидел в тюрьме, парализованный. И вот только вышел опять. А буквально за несколько дней до того, как мы приехали, он спотнулся, упал, похоже, что поломал на шейку бедра. Лежит. Никакой. И вот смотрим мы на него, да, ну, без слез не глянешь. Я был 11 лет назад, и говорю, Андрей, я говорю, давай к Богу иди. Мама его учительница была, дала адрес, все, там миссионер местный, ну, знаете, на рожении Алькова, да, слышали? С ним как-то состыковало. Ну, человек пошел своим прежним путем. И вот приехали, все, да, все, я уже умираю, я уже умру, все. Ну, и со мной еще были наши, посмотрели, так на это все дело. Ну, что, говорит, прожил жизнь. Как? Даже не знаешь, как сказать. А я когда-то слышал такую мысль, и сам себя проверяю. Это же мои одноклассницы, я с ними гулял, бегал с этими пацанами. И вот думаю так, если бы я не знал Бога, не гарантия, что я не был в таком же положении. Или другой вопрос. Если бы он уверовал, был бы он в таком положении, или нет? Как вы думаете? Ну, конечно, нет, да? Вот нас, вера в Бога, она и сохранила. И вот, проехал я с ними, со многими пообщались, они так и говорят, ну, ты же ведешь здоровый образ жизни, конечно. Но кто вам мешает? Кто вам мешает? Но они этого не знают, они родились в семьях неверующих. Кому я смог, тогда еще Библию подарил. А мы с вами родились в семьях верующих. И мы ближе к спасению, намного, на ступеньку выше. Но иногда мы не ценим то, что мы имеем. Говорят, когда много, топчат, когда мало, ропчат. Вот к нам приезжают в Крым, ой, вы тут по абрикосам ходите. Ну, действительно так, действительно ходят по абрикосам. На рынке дорого стоит, а здесь они всыпятся. А наши приезжают в Америку, там апельсины валяются. Ну, что, по апельсинам ходите? Ну, да, ходим по апельсинам. Ну, вот так привыкают, что много, то и топчем, когда мало, ропчем. Поэтому, вот, хотелось бы обратить на вот эти вещи внимание, чтобы мы опять их оценили, оценили. Во времена Соломона, серебро было бесценным. Почему? Много было, да? Много было. И вот у нас сегодня много, литературы много, всего много, чего хочешь. Сегодня проповедников, каких угодно слушай. Как раз, я думаю, на наших глазах исполняется то слово, там написано, что будут избирать себе учителей. Нажал кнопочку, слушаешь, хочешь Николая Степановича, хочешь, кого хочешь. Кто нравится, того и слушаешь. И каких выбирать будут учителей, которые льстили бы слуху. А мне понравился перевод с немецкого. Знаете, как звучит? Почесать за ухом. Когда поросенка за ухом чешут, знаете, когда резать собирается, точно. Вывели за ушко, он хрю-хрю-хрю, а в другой руке нож. Как только он успокоился, хлоп ему и готов. И готов. Все. И вот так и дьявол. Он готовит. И тот человек, который туда ухо свое, чтобы чесали. Не говорите нам ничего плохого, говорите нам лесное, и говорите нам хорошее. Замечания не делайте. И все. И будет нам конец. И будет нам конец. Поэтому, первое, уверовали в Бога, чтобы это нас радовало. А вторая здесь же мысль, уверовал всем домом своим. Если все верующие в доме, это еще одна радость. Если где-то половинчатая семья верующих, это очень трудно бывает. Сколько есть проблем. А если все верующие, это еще одна радость. Что еще для нас верующих оставлено? Написано, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Чье имя на небе написано, радуйтесь тому. Что бы ни случилось в жизни, еще вы пока юные, пока молодые, но жизнь, она будет ставить свои коррективы. Когда-то на одном из браков, я слышал пожелание от музыканта. Мне так оно запомнилось. Говорят, нельзя сыграть красивую мелодию, нажимая только на белые клавиши. Есть у вас здесь музыканты? Я точно уверен. На клавишах кто-то играет? Можно сыграть красивую мелодию, нажимая только на белые клавиши? Можно? Легко? Но я не думаю, чтобы так было сочно и хорошо. Не доучился немножко, наверное, да? Но еще на черные тоже нажмешь потом. Будет красивее. И вот так нашу жизнь так Бог проводит. И когда-то темные дни, и светлые дни, и написано, что темных дней будет много. И об этом тоже мы должны знать, молодежь, что в вашей жизни тоже будет дней темных много. И вот когда придет, какая-то проблема. Вот у моей жены родной брат. У него 12 детей. Они жили в Донецке. Началась война. Начался обстрел. Они все прыгнули в машину. Внуки. Сколько могли. И уехали. В чем были? Вот в чем были, в том и уехали. Все. И ничего с собой нельзя. Жизнь с минуса. С минуса. И он всегда говорил. Он пресвитер церкви. Очень такой одаренный человек. И это всегда утешало его. Что у нас есть там дом. Павел говорит, что когда эта хижина разрушится, наша, да? У нас есть дом. Хижина и дом. Есть разница? Ну, конечно, есть. Здесь вот хижина. В один момент может все пропасть. Все пропасть. Дом сгорел. Вот именно в последнее время мы слышим. Там, там, там сгорел. Не знаю, может специально палят. Но, действительно, это страшно. Это страшно. Когда все сгорело. Хорошо живы остались. Что утешает? Что у нас на небе есть дом. Сболел, заболел. Болезнь неизлечимая. Сегодня тоже много, да? Если только ты вспомнишь, мое имя написано в небесах. Мы имеем дом. Не рукоотворенный вечно. И это нас тоже будет радовать. Будет радовать. Что еще? Неверующий человек может эту радость испытать, нет? Конечно, нет, да? Псалмопейский с Давидом говорит в 118-м салме «Радуюсь я слову твоему, как получившую великую прибыль». Я думаю, что каждый из нас, сидящий здесь, получал какую-то прибыль. Ну, первую ступенью, первую зарплату. Но, наверное, пенсию еще никто не получал. Ну, кто-то из братьев, может, здесь есть, кто пенсию первую получил. Какую-то прибыль мы получили. Чем наполняется наше сердце? Ну, естественно, да? Радостью. А вот Псалмопейский с Давидом говорит «А я вот такую радость испытываю от Слова Божьего». И он о себе говорит, 118-й вселом, 148-й стих «Отчи мои предваряют утренную стражу, чтобы углубиться в заповеди твои». Он вот этот вкус понял и из этого источника черпал. «А встать до зари», особенно молодежи. Говорят, молодежь вечером не уложишь, утром ненадежь, да? И вот встать до зари, рано утром, и только для того, чтобы подчеркнуть из этих вот заповедей, да? Кто и пользуется этим источником радости? Когда-то я с подростками занимался, и мои подростки в лагерь тоже приехали. И Витя говорит «Давай мы рассвет встретим». Я говорю «Встретим». «Только вести себя будьте хорошо, встретим последнюю ночь». Ну, а чтобы встать и встретить рассвет, во сколько надо встать летом? Раненько, да? Три часа или четыре. Нам на горы надо подняться. На горы у нас там тоже есть в Крыму. Час примерно подниматься на горы. Я их бужу, а разбудить не могу. Они что-то мурлычат. Я говорю «Ты на рассвет пойдешь? Пойду». А встать не может, сил нет. Но кое-как раскачал, пошли. Поднялись, надо, конечно, зрелище. Но стоит, того стоит. Красота. Когда солнце всходит, как будто мяч кнул, знаете, такой вот. Вылетает и пошло. Ну, и мы там тоже пообщались, провели внутренний час молитвы. Как раз мне мысль такая была. Все, что было на рассвете, мы порассуждали. Христос воскрес, да? На рассвете. Вот об этом. И говорю им, трудно вам было встать сегодня? Ну, конечно, трудно. А почему вы встали? Потому что хотелось вот это вот увидеть, радость вот получить. И поэтому встали. И если мы научимся черпать вот из этого источника, то мы тоже будем получать радость. Неверующие люди, читая Библию, говорят, а я в ней ничего не понимаю. Одну женщину приглашали на собрание на Пасху. Она побыла. И говорит, да я все понял. Что вы ходите сюда? Я за один раз все понял. Я думаю, если бы она еще раз бы пришла, она бы хотя бы поняла, что ничего не поняла. Но второй раз она не пришла. Что вы туда ходите? А мы-то что ходим? Потому что радость получаем, да? Написано, обрадую вас в доме молитвы. Это следующая мысль. Когда Давиду говорят, пойдем в дом Божий. Что у него было на сердце? Возрадовался я. Мы тоже привыкаем к собранию. Иногда нам кажется много. Ну а когда лишаемся, ну у вас тоже, наверное, отменяли собрание или нет? На это время. У нас тоже отменили собрание. Где-то два с половиной месяца собраний не было общих. А по домам, по группам собирались. И уже соскучились, соскучились. А так привыкли. То оркестры, там молодежь участвует. У нас молодежи 60 человек в церкви. Хотя город небольшой у нас. Где-то 25 тысяч населения всего лишь. Церковь примерно 160 членов в городе. То есть живая церковь. Все идет нормально. И тут раз, и все. И по домам. Радует ли нас то, что нам надо идти в дом Божий? Когда лишаемся, тогда оценим. Какую еще нам радость Господь оставил верующим? Написано, радуйся, что Господь услышал голос мой. А это что за радость? Ответ на молитву. Правильно. Поднимите руку, кто получал когда-нибудь ответ на молитву. Что было в вашем сердце, когда вы получили ответ на вашу молитву? Радость. Конечно, Христос говорил ученикам. Просите и получите. И радость ваша будет совершенна. А нервующий человек что говорит? А я молился, мне Бог не отвечает. А почему Бог не отвечает? Иногда отвечает, и неверующим. А чаще всего нет. А почему не отвечает? Как вы думаете? А помните такой текст написан на Библии? Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Совершенно правильно. Человек обращается к Богу, у него что-то просит, а просит не по его воле. И Бог ему не отвечает. Бог не может ему дать. Поэтому вот эти радости, которые Бог нам оставил, источники этих радостей, нам бы научиться ими пользоваться. Бог нам приготовил, ну, образно говоря, теленка. А мы мечтаем иногда о козленке, и тем пользоваться не можем. Ну и продолжая эту тему, еще одну радость, которую нам оставил Господь, это труд для Него. Кто трудится для Господа, трудится в винограднике, обязательно будет испытывать радость. Вы все хорошо знаете, кто читает Библию, Иисус Христос приводит притчу от человека, который нанимал работников в виноградник. Помните? Сколько раз он выходил нанимать работников? Кто помнит? Три. Кто больше даст? Пять. Пять. Правильно. Первый раз он вышел, ну, по нашему времени, шесть утра. Нанял работников. Сколько им пообещал заплатить? Один динарий. Эти люди пошли работать с удовольствием, да? То есть, это нормально, была зарплата, и они пошли работать. А когда вышел через три часа, сколько он пообещал вторым? Точно? А ну-ка, кто еще как думает? Два динария, ого! Кто больше? Ну, так что пообещал? Вторым. А вторым он ничего не пообещал. Он сказал, что будет вам? Что будет? Получите. И так и третьим, и четвертым, и последним. А как вы думаете, последние работать один час? На что они рассчитывали? Да я тоже так думаю. У нас тоже есть люди, которые сидят там в определенном месте, их нанимают что-то перенести, что-то выкопать. Тарелку супа нальет, и они довольны. И они довольны, хоть с голоду не умер. Я думаю, так вот тоже, на последний час шли работать? На что они рассчитывали? А второй у меня вопрос такой, а какую работу они делали? Ну, в конце рабочего дня что обычно делают? Я так почему-то тоже думаю. Отдыхают, да? Но я думаю, знаете, кто отдыхал? Думаю, что те первые, которых первых он нанял, скорее всего, они отдыхали. А он последних нанял, чтобы они им помогли. Так я думаю. Когда-то опять вот за эту же семью, из Донецка, приехали к нам. Моему, тесте был день рождения, 80 лет. И вот они тоже приехали, и у них мальчик один, шестилетний. И мы тут порядок наводим. Во дворе у меня как раз во дворе день рождения отмечали. Ну, и все суетятся, бегают. И Марк его звали. Дядюйте, дай мне какую-нибудь работу. Ну, что дать шестилетнему мальчику? Какую работу можно дать? Я говорю, Марк, ну, мусор убирай здесь. Он так встал подбочил. Нет, Дядюйте, ты мне нормально работу дай. Нормально работу дай. Я вот думаю, что эти люди пришли на один час. И хозяин им говорит, убирайте здесь. Ну, я не думаю, что кто-то из них так сказал, ты мне нормально работай, да? Убирали, да? Я так думаю. Ну, за час, что можно делать? И на что они рассчитывали? И вот хозяин начинает рассчитываться. С кого начал? С последних. Стоим дал? Динарий. Какая реакция этих людей последних? Ничего себе, вот это да. Какой хозяин добрый. Какой хороший. А первые что думают? А мы получим больше. А кто им об этом сказал? Они придумали неплохо так, да? И доходят до них, очередь они получают. Динарии. А они, как на того же господина смотрят, недовольны. Недовольны. И что говорит хозяин? Твой глаз завислив от того, что я какой? Добрый. Я добрый. Я обращаю внимание на характеристику хозяина. Хозяин виноградника добрый, да? Вторая его характеристика. Он говорит первым, я вас не обижаю. Я тебя не обижаю. Вторая характеристика. А третья, когда-то я эту мысль услышал, она меня вообще сразила. Что третья мысль? Или какая там? Что он говорит о себе? Хозяин. Кто вспомнит? Я хочу дать этому последнему то, что и тебе. А у меня вопрос. Какой работодатель хочет дать? А? Что работодатель хочет? Взять. Не заплатить. В 90-е годы я вообще работаю водителем, по сей день работаю водителем. Уже 37 лет за рулем сижу. Ну, и вот однажды садится ко мне в машину начальник и прораб. И начальник говорит прорабу при мне. Я уже так там наглел. И говорит, сегодня день зарплаты. Слово хорошо ты не знаешь. Плохо и мало. Чтобы людям не заплатить. А и так работы не было. Люди за копейки работают. То есть, вот оно. Ничего не поменялось. Что в те годы, что сегодня. Работодатель, он хочет сэкономить. Он хочет не заплатить. А хозяин этого виноградника говорит, а я хочу дать этому последнему то, что и тебе. И вот, как вы думаете, получивший динарий за один час радовался или нет? Да, очень радовался. А первый, он был недоволен, потому что сам виноват, да? Если я обиделся саму себя и прощи прощения. Вот так бывает. Так вот, мы, если идем в виноградник Иисуса Христа, он же о себе говорит здесь, да? Так вот, давайте запомним его качество. Во-первых, он добрый. Во-вторых, он не обидит. И в-третьих, он хочет дать. Он ничего у нас не хочет взять. Иногда бывают дети верующих родителей, подрастая к возрасту, такому же надо в церковь уже идти, крещение принимать. Думаем, а вот нас Бог лишит каких-то радостей. Как один говорил, так рыбалку любил сильно. Не думать, приму крещение, это же чаще надо быть на собрании, и я на рыбалку ходить не буду. И заберет Бог у него эту радость. Ну, а когда в жизни Бог дает больше радости, больше, намного больше. Если мы начинаем трудиться, виноградники Господнем, динарий свой ты получишь, даже если будешь работать один час. Этой радости он не лишит, не лишит. Когда-то мы читаем в Ветхом Завете, принцип Божий тот же самый, что в Ветхом, что в Новом Завете. Аврааму Бог говорит, жертву принеси, что? Или кого? Самое дорогое, да? Единственное, на все мозоли наступил. На первый взгляд, что хочет сделать? Как будто бы забрать. А потом он говорит, Аврааму, за то, что ты сделал это дело, и не пожалел для меня, что я сделаю? Благословляю, благословлю тебя. Вот еще одна радость, и очень большая будет нам, если мы будем трудиться, виноградники Иисуса Христа. Это тоже радость для нас. Еще одна радость, написанная, радость человеку, благотворительность его. Благотворительность, делать доброе дело. Если мы будем делать доброе дело, мы тоже будем испытывать радость. Люди платят деньги, чтобы пойти посмеяться. Где-то увеселительные заведения всякие, целая индустрия работает на этом деле, да? Но человек смеется, но не радуется. Радость и смех, это разные вещи. У нас уверовала одна молодая женщина, у нее было двое детей, им было по 8 лет, девочка, близнецы. Она вообще дочь офицера, подполковника, у нее муж тоже был подполковник. Ну, ее бросил, муж раньше еще, чем она уверовала. И вот они стали ходить в церковь. И потом она себе рассказывает, говорит, когда я была помоложе, на дискотеки ходила, пока там все скачут все вместе, вроде и радостно, а домой пришла, кошка шкребует, пустота. А когда стала ходить в собрание, говорит, побуду в собрание в воскресенье, на целую неделю хватает, приятно, хорошо на душе. Это вот она сама свидетельствует. То есть, вот эту радость дает нам Бог. Не просто посмел, а действительно радость наполняет сердце. Радость пред Господом, подкрепление для вас. Значит, еще одна радость, которую мы можем испытать, это благотворительность, когда мы даем бедному. И в церкви святой апостол Павел задает вопрос, послание римлянам, мне так этот вопрос нравится. Он говорит, кто дал Богу наперед, чтобы он должен был воздать? Можно ли Бога сделать должником? У него вопрос, как кто думает? Бога должником можно сделать или нет? Чтобы Бог был должен? Да, нет. Но почему нет, скажите? У Бога есть все, что нужно, то есть его в долги загнать невозможно. Хорошо, а почему да? Тогда вот кто-то сказал да. Почему да? Есть написано в притчах такой текст. Благотворяющий бедному дает взаймы Богу, и он, Бог, воздаст за благодение его. То есть, когда мы благотворительностью занимаемся, делаем доброе дело, особенно написано в первую очередь кому? Наименьшим моим, да, Христос сказал? То Бог воздаст, Он воздаст. Нам не надо ждать воздаяния. Конечно, надо у нас срабатывать наоборот. Когда мы кому-то сделали доброе дело, и мы ждем благодарности, как бы естественно. У нас одна сестра была, ну, я была, говорю, она вышла замуж, в другой город уехала, молодежь, она такая интересная. Она часто, знаете, что повторяла? Говорит, когда ты сделаешь кому-то доброе дело, отойди на безопасное расстояние, чтобы волной благодарности тебе не сбило. Так оно бывает иногда. Ждешь благодарности, а тут тебе бах-бах, получай благодарность. То есть мы, когда сделали кому-то доброе дело, кто-то сказал, если ты кому-то сделал доброе дело, напиши на песке, а если тебе сделали, напиши на камне. А у нас бывает наоборот, да? Наоборот. Поэтому, чтобы хотите испытывать эту радость, действительно радость, то попробуйте, попробуйте делать доброе дело. Еще есть радости. Вот сегодня я к вам заехал сюда в лагерь, я сказал, неожиданно заехал для себя. Я здесь много увидел братьев. Если бы я их захотел здесь посетить, мне нужно, недели бы, наверное, не хватило. Они все здесь сегодня. И мы друг друга увидели. И какое чувство, вы думаете, у меня на сердце? Ну, конечно, радость. Святой апостол Павел, когда его везли в Рим, и вот написано, что он увидел братьев, возрадовался. Радует ли нас то, что мы имеем столько друзей, столько верующих? Я думаю, что вы уже, хотя только юность начинается ваша, вы уже замечаете вот ваши сверстники, которые учатся с вами, которые работают с вами. Как они удивляются нашей жизни, когда мы говорим, да я там был, там был на браке, там неверующих на собрание приглашаем обычно, что они говорят. Некогда мы работаем. Говорят, баптистам на работу ходить некогда. Собрание, собрание, собрание. Некогда работаем. Где мы только не были, сколько у нас друзей, где мы не появлялись, везде есть верующие. Это чудо Бог сделал, церковь на земле. Я могу много примеров привести. Когда я в разных ситуациях был, работал я с одними ребятами, с частниками. И однажды мы попали зимой в мороз. И замерзло топливо. Микроавтобус был, замерзло солярком. И 500 километров от дома. Это были 90-е годы. Еще тогда мобильных телефонов не было. И машина работает на холостых. Я думаю, что это для вас, для сибиряков, ну, понятная тема, когда солярка летняя, мороз ударен. Ну, я еду, я за рулем, и думаю, что делать. И мысль приходит, тут недалеко верующие живут. До них надо как-то дотянуть. Потихоньку доехал, заехали во двор, и целый день с машиной ковыряемся. Отогрелись сами. Целый день. Ну, в общем, к вечеру машину мы завели. Завели машину. Ну, и решили ехать дальше в ночь. Проехали 120 километров, в следующий город опять машина так же заглохла. Глохнет. На холостых работах дальше не едет. А они двое сидят на меня смотрят. Один такой коммунист, я рыб. Ну, а второй более такой расположенный был, верующий. Смотрит на меня как на спасителя. А я в этом городе никого не знаю, верующих. Что делать? Ну, что делать? Думаю, надо домой звонить как-то. Выехали за город, где там пост ГАИ. Одного этого как раз коммуниста оставляем в машине. Говорит, и держи нога, чтобы она хотя бы не заглохла. Мы берем такси, едем на центральный переговорный пункт. Это вы даже, наверное, себе и не представляете. Да, сегодня. Нажал кнопку, пожалуйста, говори. А раньше переговорный пункт. Еду, звоню домой. Мне дают три номера телефона в этом городе. Я звоню по первому телефону. А что нужно было мне взять? Две канистры найти. И мне надо было шланг. Я прям думаю, сразу на двигатель с канистрой. Запитаю, и будет все нормально. Канистра в кабине, не замерзнет. И так мы потихоньку и поедем. Звоню. Первый телефон. То, что мне надо, нет. Второй телефон, нет. Третий телефон. Есть. Хорошо. А эти двое моих, как сказать, работаем вместе. Они курили, страшное дело. А с ними в машине целыми днями. Неделю едешь с ними в командировку. Они курят. Я как копченый окорок домой приезжал. Захожу. Жена говорит, иди на балкон, раздевайся. Все. Это ужас какой-то был. Ну, и мы приезжаем в дом верующих. Я захожу. Я говорю, я верующий. Он так понюхал. Да, неплохой верующий. Что-то пахнет. Не так. Руки Исаова, голос Иакова. Ну, я ему объясняю. Слушай, ну, надо нам вот то, что мне надо. А он так на меня смотрит, недовещего. Ну, кто его знает. Что у нас за верующий. Раньше было больше святых. Сейчас дивных. Наверное, раздивных таких. Интересных. Ну, я его кое-как убедил. И дает он мне то, что мне надо. Канистры две, все. Поехали мы. Приехали. Я сделал, что надо. Подсоединил. Машина завелась. Все, мы довольны. Едем дальше. Заезжаем в Крым. На посту ГАИ нас останавливают. Весь транспорт стоит. Все дизеля стоят. Автобусы, люди вокруг бегают, мерзнут. Все КамАЗы. Все стоит. А мы едем. Останавливает ГАИшник. Говорит, а как вы едете? Все стоят, а вы едете. Говорит, ну иди, посмотри, как мы едем. Захочешь жить, мне вертеться. Он заглянул, канистра стоит. Этот друг канистру обнял. Она ему уже не воняет. Моя родная держит ее. Все хорошо. Я говорю, вот так вот мы и едем. Это хитрый. Говорит, ну, хочешь выжить, будешь хитрым. Ну и ладно, поговорили. Я сажусь опять за руль и едем дальше. А этот коммунист говорит, слышишь, а что ты ему не сказал, мы едем, потому что мы баптисты. Опа, ничего себе. Как это ты баптистом стал так быстро, а? Нос приморозило, сразу баптистом стал. Понял, что если бы не верующий, конец был бы нам там, замерзный. И вот так вот много раз, много раз попадал в разные местах, и верующие выручали. Я много раз могу много примеров привести таких. Что действительно, вот у нас везде есть друзья. Где бы ты ни приехал, верующий. Ну, еще один случай расскажу. Тоже где-то 1300 километров от дома. Мы были, и с нами были два иностранца. Тоже надо было решить некоторые вопросы. И никого верующих мы там не знаем. Это тоже был конец 90-х годов. Ну, и сижу я за рулем, а второй мой брат пошел искать тоже так телефон. Я сижу, смотрю, через дорогу переходят две верующих сестры в косыночках. Я выскакиваю с машины и бегом за ними. Эти два иностранца смотрят, глаза больше очков стали, куда я убежал. И раз вдруг привожу двух верующих. Они опять смотрят, откуда ты их взял. Да вон они наши сестрички пошли. У них хорошие знаки, на голове их далеко видно. И все порешали все вопросы. То есть, действительно, везде, где бы мы ни были, сколько раз нас выручали верующие. Вот это тоже хочу мысль подметить. Это нас радует с вами или нет? Что у нас столько друзей, столько верующих. Такое у нас большое круг общения. Чтобы мы вот это тоже могли ценить. Увидев братьев, возрадовался. Ну и что верующих всех ждет в конце нашего жизненного пути? Что ждет? Христос говорит, верный и добрый раб, куда войди? В радость, Господин от твоего. То есть, нас на небе ждет что? Радость. В конце нашей жизни. Всегда у нас впереди светло. Нас ждет радость. А что ждет людей неверующих? Они сегодня, у них принцип жизни какой. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. А что там ждет? А мы знаем, что там ждет. Поэтому вот хотелось бы напомнить о вот этих радостях, которые кроме общих для всех людей, для верующих оставил Господь. Чтобы мы могли пользоваться этими радостями. Псалом 5 говорит, 15-й псалом, 11-й стих. Укажи мне, Господи, путь твой. Полнота радости. Где? Придлицом твоим. Давайте мы научимся пользоваться вот этими радостями. Бог нам теленка приготовил. А мы мечтаем о козленке. Пусть нас в этом Бог благословит. Радость пред Господом, подкрепление для вас. Мы поговорили о радости, да? Бог нам оставил эти все источники. А как ими воспользоваться? Как ими воспользоваться? Написано в Священном Писании. Я прочитаю этот текст. 1 Петра, 3 глава. 10 стих. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык, сводит зла. И уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Кто любит жизнь? Молодежь, вы любите жизнь или нет? Конечно. Даже самый больной человек, хватается за Соломенку, любит жизнь, хочет жить. Но от чего будет зависеть наша жизнь? Вот здесь написано, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни. Мы в своей жизни хотим видеть добрые дни? Ну, конечно же, естественно. Конечно. А как этого достичь? Оказывается, наша жизнь не зависит от толщины нашего кошелька. А знаете, от чего зависит наша жизнь? Здесь мы прочитали. От того, что мы говорим, оказывается. От того, что мы говорим. А мы будем говорить то, чем наполнено наше сердце. Помните, Христос сказал, от избытка сердца говорят уста. А чем наполняется наше сердце? Вот из уст Иисуса Христа изливалась благодать. Почему? Как вы думаете? Потому что в Его сердце была благодать. Его сердце было наполнено Духом Святым. Правильно? Так вот, если мы хотим видеть добрые дни, чтобы изливалась из нашего уст благодать, наше сердце должно быть наполнено Духом Святым. Поэтому написано еще в Ветхом Завете, больше всего хранимого храни сердце твое. От чего мы должны хранить свое сердце? Мы сейчас немножко опять о радости. Это все в эту же тему будет. В эту же тему. От чего мы должны хранить наше сердце? Самое простое наше христианское. Наши, можно сказать, грехи христианские. Бывает ли в нашем сердце гнев? Бывает или нет? Вот что я разгневался. Бывает или не бывает? Бывает. Бывает. А если я разгневался, сердце мое наполнилось гневом, что заговорят мои уста? Что-то доброе скажут или нет? Ну, если в автобусе на ногу наступили, да? Или как один мальчик стоит и смотрит. Дядя один забор делает и бьет молотком, гвозь забивает. А мальчик стоит и смотрит. Он так глянет на него. Чего ты стоишь? Да, дядя, вот я стою и смотрю. Когда вы по пальцу ударите, что вы скажете? А что мы говорим, а? Когда по пальцу ударим? То что, да? То, что в моем сердце. Вот сердце наполнилось гневом, и ничего доброго ты не скажешь. Ничего доброго не скажешь. Кто-то сказал, запомните, друзья, это на всю жизнь пригодится. Говорят, что два года учат человека говорить, а всю остальную жизнь? Молчать. И не научился. Молчи и не ходи. И вот кто-то сказал так. Никогда не пожалел о том, что не сказал. Запомните. Вам это пригодится. В семье пригодится. Муж, жена, на работе. Где бы вы ни находились. Никогда не пожалел о том, что не сказал. Как мы жалеем о том, что... Зачем я это сказал? Ну, промолчал бы, да? Зачем? А вот сердце наполнилось гневом. Здесь написано, удерживай, да? Удерживай язык свой. Попробуй его удержать. Удержи язык. Промолчи. До какого времени? Пока успокоится сердце. Написано, наложат своих, утишьтесь. И потом говори. Сердце опять наполнится Духом Святым. Опять это что? Это для нас, для верующих, да? Неверующий человек Духа Святого не имеет. Он трудно ему. А нам Бог дал такую благодать, что мы можем. Для нас есть такая возможность. Все дал для того, чтобы наша жизнь была хорошей и радостной. И вот если гнев наполнился, сердцем наполнилось гневом, молчи. А если ты начинаешь говорить, а хуже того делать. Ну вот пример такой, допустим, можно привести. Помните, во времена Даниила был такой царь, который утром проснулся и говорит, собрал будрецов. Расскажите, что мне приснилось. Помните, да? Я думаю, даже Сталин не давал таких указаний своим подчиненным. Или я, допустим, утром проснулся и говорю, женя, ну-ка расскажи мне, что приснилось. Чтобы она мне сказала, слышишь, друг, с какой ты наездью не остался. А этот царь не шутил. Он собрал всех мудрецов. Говорит, расскажите, что мне приснилось. И значение его. Если вы мне не расскажете, что я с вами сделаю? Я вас поубиваю всех. Представляете? И разгневался царь. И если бы там не Даниил, так бы это и произошло. А я думаю, если бы царь уничтожил всех мудрецов в своем царстве, с кем бы он остался? Ну, глупые люди остались бы, да? Его царство дальше процветало бы. Добрые дни продолжались бы и нет. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Вот так мы, бывает, во гневе что-то говорим, а потом начинаем делать. И все. И добрые дни закончились. Поэтому, вот путь к счастью, путь к радости, да? А это же бывает. Это бывает. Молчи. Пока успокоился, Духом Святым сердце наполнился, потом говори. Чем еще может наше сердце наполниться, от чего его хранить? Что еще бывает? Тоже наше родное, наше христианское. Почему старший сын из притчи блудного сына не вошел на пир? С какой причины? Огорчился, да? Огорчился. Написано, огорчился. То есть, по-другому как сказать еще можно? Обиделся. Совершенно правильно. Обиделся. А нас иногда обижает заслуженно или незаслуженно. К одному проповеднику жена говорит, ну сколько ты еще будешь терпеть вот эти все незаслуженные обвинения? А знаете, что она ответила? А ты, говорит, хочешь, чтобы я терпел заслуженно? Что лучше? Незаслуженно или незаслуженно? Конечно, незаслуженно. Но это трудно, это тяжело. Когда незаслуженно. Ну, как бы даже легче заслуженно вести. И вот если мое сердце наполнилось обидой, огорчением, я обиделся. Что я должен делать? А как? Практически. Я помню, у нас был пресвитер дедушка. И он так с детства, я запомнил. Седан повторял. Такой вопрос. Вот если произошла ссора, да? Допустим, кто должен идти первый, выяснять отношения? Тот, кто обидел или тот, кто обиделся? Хорошее мнение. Отлично. А еще кто как думает? Тот, кто обиделся. Почему вы так думаете? Не-не, ну правда. Почему вы так думаете? Почему? Отличная мысль. Правильно. Правильно. Иногда так бывает. Человек обиделся на кого-то, а тот человек даже не подозревает, что может он обидел его. И вот Иисус Христос учил. Помните, как учил Христос? 18 глава Матфея. Если согрешит против тебя брат твой, что пойди? Если против тебя согрешил, против меня, то я и должен пойти. Казалось бы, кто согрешил, пусть идет. А он может даже и не знать. Он даже может и не знать. Поэтому первый должен пойти тот, кто обиделся, кто огорчился. Пойди выясни. Спроси у него. А он тебе скажет, да ты с чего ты взял? Я даже не думал. Чаще всего так бывает. А если я обиду в свое сердце пропустил, и что бы тот человек ни делал, против кого я обиделся, у меня это будет налипать. А, это потому что вот это, и потому то, да? И пошло, и пошло. И сердце наше наполнится вот этим огорчением, и наша жизнь будет направляться. Обиделся и огорчился. Что нужно сделать? Обиду удалить. Каким образом? В Священном Писании написан такой интересный текст. Пророк говорит, Господи, ты видишь обиду мою. Кто-то сказал, что нужно сказать Богу слов больше, чем обидчику. Ну, когда мы помолимся, когда мы успокоимся, опять сердце наполнится Духом Святым, и тогда наши уста совсем по-другому заговорят. Совсем по-другому. И наши дни будут опять добрые. А если я от этого не избавился, от огорчения и обиды, то, конечно же, что будет? Так наша будет жизнь и наполняться. Но еще на одно обращу внимание, тоже уже его сказали, тоже наше родное, наше христианское. Это зависть. Бывает или нет? Бывает. А откуда она бывает вообще, зависть? Откуда она берется? Хорошо. Давайте, кто как думает, что такое зависть? Давайте, помогайте мне. Ну, написано, зависть-то гниль в костях, да? Притч 14-30. Что еще? Откуда она бывает? Экклезиаста 4-4. Кто помнит? Успех производит взаимную между людьми зависть. У кого-то успех, а кто-то завидовать начинает. Кто-то приехал на хорошей машине, кто-то спел хорошо, кто-то сказал слово хорошо. Кто-то стих рассказал лучше меня. И зависть закралась в сердце. И если мы ее оттуда зависть не удалим, она будет направлять нашу жизнь. Ну, я думаю, вам знакомый такой пример, как когда в кабине капитана корабля маленький магнитик, в те времена, когда ориентировались только по компасу, и корабль приплыл совсем не в ту пристань, куда стремился. Почему? Стрелочка давала отклонение, да? Так вот и здесь. Уже наша жизнь будет давать крен. Ну, а у меня вопрос, кого предали из зависти? Предали из зависти кого? Иосифа. Продали, а предали. Иисуса Христа. Вот смотрите, опять вернемся к этому тексту. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживая язык своего зла, да? А язык наш говорит от того, что в сердце. И вот израильский народ, даже священники, первосвященники, у них появилась зависть по отношению к Иисусу Христу. А у меня вопрос, друзья. Когда первосвященник выносил приговор Христу, первосвященник знал, кого он распинает, что это Мессия, или не знал? Откуда мы это знаем, что не знали? А вы помните, когда Христос привел, к примеру, виноградники, что насадил виноградник хозяин, потом посылал слух своих, а потом кого послал последнего? И они что увидели? Идет кто? Наследник. Убьем, и наследство будет наше. Они знали, кого убивают конкретно. А почему они до этого дошли? Зависть. Сколько народа за ним идет, да? Убьем, и наследство будет наше. Придут римляне, они боялись, и завладеют нашим престолом. Оно так и потом случилось. И добрые дни для этого государства закончились, да? Две тысячи лет государства Израиль не существовало. А о втором человеке мы с вами вспомнили, кого из зависти продали? Иосифа. Иосифа. Опять же из-за чего? Мама у него умерла, да? Он был подростком. Отец старался как мог проявить любовь к нему. Одежду ему разноцветную. И братья начали завидовать. И к чему это привело? Они его продали. Продали из зависти. И представляете, что в этой семье? Хорошая дружная семья была, все было хорошо, добрые дни. И вдруг эти добрые дни закончились. Папа получает посылочку. А в посылочке одежда сына его любимого вымазана в крови. И какая мысль у него у папы? Точно, зверь растержал. И написано, я не хотел утешиться. Закончились добрые дни. Братья стали жить отдельно. Куда пошел Иуда жить? Иуда, куда пошел жить? Отдельно. Бог с ним стал разговаривать с Иудой? Очень серьезно стал разговаривать. У него родились три сына, у Иуды. Потом первый раз, первый женился и умирает. Второй, опять же, берут эту же, да, Фомарь. Второй умирает. Потом жена умирает. Серьезно, Бог с ним работает, с Иудой, да? Закончились добрые дни. Сколько лет прошло в таком состоянии? Когда Иосифа продали, и когда братья с ним встретились, сколько лет прошло? Ну-ка, давайте, молодежь, посчитаем. Ну, примерно, сколько было лет Иосифу, когда его продали? Ну, так, предполагают, что 17, примерно, в подростковом возрасте. Когда он предстал перед фараоном, сколько было ему лет? 30, да? Это уже сколько лет, значит? 13. Потом, сколько было лет изобилия? 7. Это сколько уже лет? 20. И когда братья пришли, он им говорит, прошло только сколько лет голода? Два. А еще пять. Так сколько они не виделись? 22 года. 22 года. В этой семье закончились добрые дни. Почему? Зависть. Зависть. И вот мы с вами будем так же жить. Кто хочет видеть добрые дни, учитесь, друзья мои. Вот юность нам дана. Научиться, чтобы Духом Святым побеждать все это. Потом даст Бог кому-то семью, и в семье вы уже будете муж и жена, друзья, с которыми надо будет жить дружно. Вы же все хотите иметь дружную, хорошую семью, да, и видеть добрые дни. Это все будет зависеть от нас. Все будет зависеть от нас, как мы себя поведем. Хочешь видеть добрые дни, удерживай язык от зла, наполняй сердце свое Духом Святым, и будешь видеть добрые дни. Но еще раз больше всего хранимого храни. Сердце твое, потому что из него источники жизни. Аминь.